Привет! Меня зовут Валерия Рене. Я художник, рисую преимущественно флору и фауну в смешанной технике, но основной материал, которым я пользуюсь, это акварель. Но сегодня я хочу с вами порисовать в графике, а именно порисовать глаза животного, показать, как можно разобрать по тону рисунок, так, чтобы глаз выглядел объемно и живо. Вообще мои работы многими отмечаются тем, что у животных живой взгляд. Посмотрите, какой замечательный лемурчик. В общем, будем пробовать с вами сегодня, и мне в этом помогут открытки. Это набор открыток жителей планеты, который есть у меня. Он прекрасен тем, что на обратной стороне содержит подсказки о том, как рисовались те или иные моменты, какие цвета, пигменты использовались в этих рисунках. Этот набор будет участвовать в распродаже моей день рожденческой, которая стартует на моем сайте с 5 февраля. И можно будет по сниженной стоимости такой набор себе приобрести. Но сегодня нас волнует в первую очередь орангутан. Вот такой серьезный, мудрый, на мой взгляд, представитель прекрасной фауны нашей планеты. И, собственно, на обратной стороне, здесь про него немного рассказывается, есть про пигменты, про штрихи и про глаза. Вот мне хочется с вами рассмотреть его и попробовать сделать вот этот взгляд. Мы с вами не будем сегодня выстраивать именно взгляд двух глаз с перспективой, там в повороте три четверти. Мы рассмотрим один глаз, просто чтобы понять вообще настроение и как можно по тону именно обозначить светлые и темные участки. Итак, как просто можно построить глаз? Ну, в данном случае он нас будет смотреть влево. И что мы делаем? Во-первых, я всегда обозначаю себе сразу уголок внутренний, уголок внешний. Ну, в данном случае мы ориентируемся на наше изображение, поэтому будем именно так ставить. Можно наоборот, внутренний поставить здесь, внешний с другой стороны. И внутренний уголок будет немного ниже, чем внешний. Это такой один из способов, как можно нарисовать. По сути, это есть диагональ наклона глаза. Что я делаю дальше? Если у меня глаз смотрит не прямо на меня, не прямо на зрителя, а немножко в сторону, как в данном случае это поворот три четверти, у нас происходит такое некоторое искажение глаза, то есть глазное яблоко со зрачком смещается в сторону. И что здесь происходит? Зрачок не круглый, а становится немного более овальным. Радужка, соответственно, тоже становится овальной, как эллипс. Как кружка, которую мы можем посмотреть сверху, и она будет круглой, но как только мы ее поворачиваем, она немножко изменяется. И, собственно, вот она средняя ось глазика, глаз у нас изменяется. И при этом, как можно обозначить вот этот момент, помимо этих эллипсов, которые появились вместо круга. Это также может быть искажение в веках глаз. То есть веки верхняя и нижняя у нас уже смотрят не ровно, вот так, как это было бы при глазе, при взгляде прямо, а больше под углом, под наклоном. То есть вот примерно угол, который образуется. Вот так мы считываем, что глаз развернут. Зрачок, радужка, если она видна от белка глаза, да, то есть если мы можем ее увидеть и отличить. И века. И когда века у нас здесь тоже поворачивается за этой осью самого глаза, соответственно здесь у нас появляется толщина, которую мы можем увидеть этого века. Вот она. И там уже в сторону немножко, как бы за глаз уходит уголок. То есть в данном случае, как мы можем здесь построить? Мы можем накидать себе примерно глазик. Можно работать легкими линиями, чтобы не начертить сильно много, как здесь. И чтобы была возможность потом стереть, был чистый рисунок. И вот у нас набросан сейчас глазик. И что мы делаем? Мы можем поверх, прям на глаз, сверху, как бы немножечко одеть века, которая будет приходить вот сюда в уголок. То есть это уголок именно глаза, который мы можем разглядеть. Сюда уходит. И там здесь появляется вот этот уголок. Можно даже немножко дальше вывести. Внутренний уголок глаза, которого мы можем наблюдать. Здесь может быть не так сильно выступать за глаз. Толщина века немного поменьше. Здесь мы видим от уголка глаза треугольничек пошел, спустился вниз. Но не до самого низа глазного яблока. А тоже прикрывает немного нам глазик. Здесь очень хорошо работать, как бы слегка обрубовочно. То есть не прям полукруги вырисовывать, а чуть-чуть сделать более угловато. Совсем немного. Это будет выглядеть более понятно и вам по плоскостям, какие изменения произошли. И скорее всего это даже более естественно будет смотреться в том плане, что именно само построение и переходы по плоскостям будут считываться лучше. И вот у нас появляется уже форма глаза. Дальше что мы можем сделать? Мы можем показать сам зрачок. У животных обычно радужка довольно сильно широко видна. Белок виден намного меньше. Зрачок тоже может быть большим. Он может доходить до самого века или чуть-чуть не доходить. Например, вот таким образом мы сейчас нарисуем. Рисуем эллипс. Эллипс у нас под наклоном идет, как у нас глазик движется. То есть такой перпендикуляр. И конечно блик. Обязательно блик тоже обозначаем. Он может быть немного с формой какой-то. Может быть просто таким полукругом. Попробуйте, потренируйтесь по-разному его изобразить. Либо можете обратиться к какому-нибудь референсу и посмотреть, какие блики бывают там. Чтобы для себя определить, какой вы выберете. И конечно есть под глазиком некоторая толщина. Это и само глазное яблоко, и дополнительные мышцы, кожа. Оно все дает свою толщину. И мы это можем увидеть. Есть также толщина самого века. Вы даже можете у себя в глазах заметить, что есть определенная толщина у животных. Она тоже есть. У кого-то сильнее заметно, у кого-то меньше намного заметно. В зависимости от животного, естественно. У кого-то века вообще видоизменено, как у птиц, например. Но мы сейчас рисуем именно близкое к человеку. Но, опять же, для того, чтобы вы могли сравнить даже вот с собой, со своим собственным глазом. И вам это будет хорошая подсказка. И здесь вот на преломлении к уголку тоже может появиться небольшая такая складочка. Вот она толщина этого века. Нам хорошо видна. Толщина верхнего века тоже есть. Мы ее тоже можем увидеть. При этом мы можем увидеть ее больше с левой стороны от глаза. Это к там, где больше нам обращена именно эта часть. Здесь может, например, уже как ленточка, знаете, переходит из одной плоскости в другую. Так и здесь века переходит в другую плоскость. И мы можем просто не видеть саму толщину этого века. Ну и, конечно, какие-то складочки еще здесь. Тоже, опять же, там глазное яблоко. Само века. Кожистая складочка. Вот это. Все это здесь тоже есть. И вот у нас с вами получился вот такой глаз. Как теперь можно его по тону разобрать простым образом, чтобы это получилось объемное изображение, но не тратить на это много времени. Ну, в первую очередь, закладываем основные тени в самые темные участки. Это может быть сам зрачок, во-первых. Я рисую карандашом 2Б. Можно взять до 4Б, но 4Б уже может начать пачкаться, поэтому здесь внимательно смотрите, чтобы вам было комфортно рисовать. Это, например, может быть само века. Его именно толщина тоже может уходить в тень. Конечно, здесь многое зависит еще от того, какой окрас у животного. Веки могут отличаться от окраса глаз. Но мы сейчас ориентируемся, опять же, на рисунок. Это, скажем так, самые темные участки. Дальше, что мы делаем? Опять же, как вот с толщиной работать и вообще с объемами, чтобы они выглядели реалистично. Здесь мы нижнее веко, его толщину оставляем светленьким. Пока что вообще не трогаем. А вот эту часть штрихуем по диагонали вертикально от границы глаза. И вот доводим до уголка. Стараемся такой полумесяц отштриховать, но именно вертикально. Почему мы это делаем вертикально? Потому что сама плоскость в данном случае более вертикальна. То есть, если здесь плоскость пошла горизонтально, то есть, она как бы немножко лежит, то здесь она пошла вниз вертикально. И вот такой штрих, он позволит более объемно показать само изображение. Ну, дальше здесь может быть некоторое утолщение вокруг уголка глаза. Вы даже у себя, опять же, на своих глазах можете заметить его. И возле утолщения можно сделать такие легкие штрихи, чтобы показать там дополнительные ямочки, такие небольшие, которые могут образоваться возле этого уголка, возле утолщения. То есть, сначала утолщение произошло, и потом, соответственно, на него свет падает, и за ним может быть такой некий небольшой провал. И вот мы свободными штрихами, постарайтесь сильно там, не надо давить, оставляйте самое темное, зрачок и вот это веко. Остальное можно чуть-чуть подштриховать, просто дополнительно показав там какие-то еще линии. Штрихами стараемся поддерживать форму. И что у нас происходит здесь? Если у нас здесь тень, то, соответственно, рядом будет более светлая часть, то есть тень, это значит, она закрыта от солнечного света. Здесь эта часть, наоборот, открывается, освещается. Но в какой-то момент, так как свет распределяется по веку неравномерно, и вот эта часть больше освещена светом, но сюда мы видим уже как бы дальше от света, вот эта часть начинает уходить немножечко как бы в тень, соответственно, мы здесь можем подштриховать больше тени добавить. То есть вот она пошла, плоскость туда в тень. Итак, мы вокруг глаза сформировали объем. Теперь сам глаз, он тоже должен быть объемным. Если мы говорим про глаз не, допустим, светлый голубой, а какой-нибудь карий, рыжеватые оттенки, темные, то в данном случае мы можем заштриховать полностью весь глаз. Стараемся штриховать в одном направлении, параллельными линиями. Не штриховать в разных направлениях, не делать сетку. Вот такие штрихи делать не надо. Работаем аккуратно и деликатно. И когда мы полностью заштриховали, не трогая блик, можно уже дальше попробовать затемнить некоторые участки. Например, в этом месте сделать более темный глазик полукругом. По низу, например, можно сделать тоже участок чуть потемнее. С этой стороны мы можем значительно потемнее сделать кусочек глаза. И даже можно посмотреть на то, чтобы оставить там белок глаза, показать его. То есть, как бы по краям окружности этой мы слегка уплотняем тени. И делаем более насыщенно. Сам зрачок четко выделяется. Но вокруг него, например, могут быть тоже размытия потемнее. Как можно еще усилить ощущение объема? Здесь делаем поплотнее, потемнее. Например, чуть выше от зрачка с левой стороны. И здесь, с правой стороны, тоже делаем чуть-чуть потемнее, поплотнее. На карандаш я сильно не давлю. Стараюсь, чтобы штрихи были очень мягкие и ложились мягким таким полутоном, без резких переходов. Даже хочется с правой стороны еще, ой, с левой стороны, еще немного тоже потемнее сделать. Если надо, беру дополнительно, может быть, другой карандаш, поплотнее карандаш. И зрачок еще усиливаю. Ну и самое последнее, что можно здесь сделать, это падающую тень от века верхнего. Это можно сделать штрихами, прям поверх и блика в том числе, закрывать вот такие тени. Это дает дополнительное ощущение объема. И вот у нас получается более живой глаз. Подробно о рисовании животных в скетчинге, об анатомии, о строении, которые именно позволят в набросках и в быстрых зарисовках более убедительно рисовать животных, я рассказываю на курсе акварельный скетчинг «Животные». И он тоже будет участвовать в распродаже с 5 февраля на моем сайте.